Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога Духновенной Псалтирии. И сегодня мы будем читать 120-й Псалом. В понимании некоторых древних экзегетов эти псалмы относятся к временам первого храма, а в понимании других экзегетов — к временам второго храма. Есть разные объяснения по поводу 15 ступеней, как пелись эти псалмы, в каком порядке и по какому случаю. Но об этом мы более подробно говорили в прошлый раз. Итак, надписание песни ступеней одинаково в септуагинтии, в церковнославянском, и более понятна дословность еврейского — песнь ступеней, потому что речь идет о том, что левиты становились на 15 ступенях храма и антифонно-попеременно пели. И мы читаем этот псалом, он небольшой, в нем 8 стихов. «Возвел я очи мои в горы». Ефимий Зигабен пишет «Горами называются небеса по словам Златоустого». То есть не просто он смотрит на какие-то земные вершины, горы, то есть он взирает все-таки на небеса. «Возвел я очи мои в горы, откуда придет помощь моя?» Действительно, помощь, она приходит к нам с небес, но в некотором смысле она приходит и с гор. Какие горы мы знаем? Это, прежде всего, гора Синайская, «Откуда Бог дал людям нравственный закон, Божий закон, заповеди, которые регулируют взаимоотношения между человеком и Богом, первая скрижаль, и заповеди, которые регулируют взаимоотношения между человеком и человеком, вторая скрижаль, и закон «Свят» и заповедь свята. Но здесь говорится о горах, откуда придет помощь. Если Синайская гора оказывает помощь роду человеческому, показывая их реальное состояние по отношению к западным Создателю, то другая гора, более значимая для нас, Голгофская гора, — это место, где происходит искупление наших грехов, то есть закон Божий открыл нам нашу греховность, потому что в Библии закон сравнивается с зеркалом, в котором мы видим наше реальное состояние, и, обнаружив необходимость помощи от Бога, мы спешим на Голгофу, где кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поэтому можно понять это и в прямом смысле. «Возвел я очи мои в горы, к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Действительно, как сказано в Писании, закон произошел через Моисея. Это одна помощь от Господа с горы Синай, а благодать и истина от Господа нашего Иисуса Христа. Это другая помощь с горы Голгофа. «Не давай споткнуться ноге твоей». Это такой призыв каждому из нас. Что значит «не давай споткнуться ноге твоей»? Обычно человек спотыкается, когда он идет в темноте. А в Псалтире сказано «закон твой светильник для ноги моей». То есть не давать споткнуться, приткнуться ноге своей означает использовать свет заповедей для того, чтобы лучше рассмотреть тот или иной путь. «Не воздремлет хранитель твой». То есть Бог не дремлет, Он оберегает тебя, но и ты со своей стороны не давай споткнуться ноге твоей. То есть не впадай в грехи, которые являются вызовом закону Бога. А Бог сам не воздремлет хранитель твой. Прочитали мы здесь. И объяснение Афанасия Великого Златоуста Феодорита. Это всякое преступление человека, ведомо Богу, хранителю нашему. То есть когда мы спотыкаемся о те или иные соблазны, вот тот, который не дремлет, который оберегает нас, он видит это, чтобы помочь нам, чтобы, споткнувшись, мы еще и не упали бы. Потому что иногда человек падает в какой-то грех, но потом подымается, а иногда падает и как бы довольствуется самим этим падением и не испытывает даже желания подняться, что-то изменить в лучшую сторону. Вот не воздремлет и не заснет хранитель Израиля, то есть народа. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, с десной руки твоей. То есть если мы ищем Бога невидимого, так вот Псалтирь говорит, что с десной руки нашей Господь стоит. И в православном понимании с ошуйной руки нашей, относительно с левой руки, дьявол. Почему Господь поддерживает десную руку нашу? Потому что десница – это как бы деятельная сторона жизни человека. И этим самым Писание говорит, что Бог поддерживает нас в активной жизнедеятельности. Днем солнце не обожжет тебя, и луна ночью не повредит. То есть в каждое время суток Господь, который не дремлет, Он будет оберегать нас. Господь сохранит тебя от всякого зла. То есть, получается, во всякое время Он охраняет нас и от всякого зла. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. И последний стих восьмой – Господь будет охранять вход твой и исход твой. Отныне и до века. Что значит Господь будет охранять вход твой и исход твой? Как Господь был при рождении нашем, когда мы младенцами рождались в этот мир, так же Он будет Господом нашим и при исходе нашем, когда в день смерти мы будем покидать этот мир, потому что Он – Христос, Альфа и Омега. Начало и конец не только этого мира, но и в судьбах каждого верующего человека, который всецело свою жизнь от начала до конца посвящает Ему. Субтитры создавал DimaTorzok